Перекрыли трассу. Собралась пробка. Застрявшие водители не понимают, что происходит. Пробки в обе стороны. Змейногорский тракт перекрыт странными пешеходами. Протест жителей Сибирской долины ночью привлек внимание разве что полицейских. Чем дольше мы с вами разговариваем, тем я только обращусь, понимаете? Давай обращайтесь. Ну ты где я обращаюсь? Я с вами пока пойдем. Всех въезжающих, выезжающих из Сибирской долины сегодня встречала машина полиции. По словам местных жителей, дежурила она с утра и, видимо, боялись полицейские повторения вчерашней акции. Увидев журналистов, они все-таки уехали, а вот люди не остыли и все чаще говорят, что готовы вообще уехать отсюда. Каждый выходной, это минимум выходной, нет воды. Сами понимаете, что сейчас в текущей ситуации, ситуация с коронавирусом и прочим, у нас люди не могут умыться, помыться. И вот дошло уже до того, что люди стали не выдержать, и вчера нам пришлось действительно проводить акцию. Либо это вот бассейн какой-то где-то помыться, либо салфетки влажные. За четыре года проблемы с водой иссушили чашу терпения трех тысяч жителей. Сейчас у людей нет воды трое суток. Объясняют, половина поселка запитана водой от башни вот Снаба. ООО в лице одного человека, Виталия Гурова, хозяина скважины. Коммуникации оплатили сами жители. И некоторое время назад добились через суд, чтобы трубы перестали быть на балансе Гурова. Но на другой баланс их никто не принял. И сейчас этим нюансом объясняют все проблемы с водой. Вчера нам заявили, опять же, что он только поднимает воду, он только качает ее в башню. Что дальше творится, нам без разницы. Администрация, вместо того, чтобы забрать это в нас в водоканал, в организацию, которая действительно будет заботиться о подаче воды, о качестве воды, о жизни людей. Они снабдили Гурова полномочиями ресурсоснабжающей компании. Сейчас пригодят девочку воды. Набирайте. На встречу с жителями Гуров приехал, но ничего нового не сказал. И сегодня люди штурмовали его офис. Раньше колючей проволоки не было, домофона такой не было. То есть можно было спокойно прийти, как бы двери были открыты, порешать свои вопросы. Позвонить можно было, да только нажимать некуда. Прямой телефон руководителя ООО в лице одного человека есть у каждого не с первого раза, но дозваниваются, понимания взвинченные жители не находят. В течение какого времени вы решите наш вопрос? Можете пичклина обратиться, мы вам ответим пичклина. Почтовый ящик, а что складывать некуда, мне рядом положить? Ну тут места в нем нету, мне рядом положить, да? Положите рядом. Все, хорошо, я вас услышал. Громкие уличные протесты вынудили чиновников мэрии встретиться с отчаявшимися людьми. Четверых жителей поселка допустили сегодня на собрание в администрацию города. В итоге мэр поручил проработать вопрос строительства в поселке нового водозабора. Кроме того, сегодня людям начали подвозить воду. Мы продолжим следить за развитием ситуации. Анастасия Драганрих, Сифризин, День с толком.